Новые прационные месяцы, повышение конкурента с дольности белорусских товаров, додатковые валютные поступления в бюджет. Усёх это станет макшимым после будавництва порта у населенной пункции Нижней Жары Брагинского района. Затекавленностью реализации проекта выказал турецкий бок. Делегация из этой краины наведала Гомель с рабочим визитом и сустрелась со старшинёй Аблвы Конкама Владимиром Дворником. Подробности у наших корреспондентов. На глубоководном участку Днепрау, районе вёски Нижней Жары Брагинского района, побудуют порт Ракамора. Для реализации проекта необходимо провести поглубление припяти Днепра до киевского водосховища. В решении этого вопроса не затекавлен и украинский бок. Идея проекта у тем, как загружать на территории Беларуси судны, которые смогут доставлять грузы про Черное море Украины, Европы, Азии и Африки. Такому транспорту не спотребляются додатковые перевалки в морских портах, что истотно снижает кошт доставки. Транспортировка грузов по водным шляху экономить на кожным то на километры каля полутора доллару. Мы сможем грузить грузы в речном порту, а кораблями река моря доставлять их не только по странам Черноморского бассейна, но и Средиземного моря. Таким образом, более чем 20 стран станут доступны Беларуси. Главное, мы сможем снизить стоимость перевозки грузов. Это означает, что у нас появятся экспортные возможности, о которых мы сегодня даже мечтать не могли. Я убежден, что благодаря этому порту Гомельская область станет одним из главных двигателей экономического роста для всей Беларуси в целом. Зараз як частковую делу проекции, так и самостоянное будовництво порта в нижних жарах, разглядая буйная транспортно-логистичная компания «Дерин Шиппинг энд Трейдинг». Я навалу дэамаль с семью десятками судна в типу «Рока Мора». Наша компания заинтересована в развитии транспортных систем и доставки грузов, поэтому мы заинтересованы в совместной работе с Гомельским регионом. Гомельская область обладает удачным расположением, поэтому возможно выполнение совместных проектов, выход к Черному морю и на территорию Украины. Реализация проекта – полепшить логистику беларуских грузов, забеспечить додатковые валютные поступления в бюджет и в целом посприяя росту конкурента с дольностью продукции беларуских предприемств. Бо выгодно транспортировать можно будя литерально любые грузы – от удобрения и нафтопродуктов до продукции беларусского металлургичного завода и навод комбайнов. Надеюсь, что по результатам этого визита турецкая компания сделает для себя определенные выводы с точки зрения нашей региональной власти. Не важно, кто будет участвовать в строительстве. Главное, что это будут новые рабочие места. Это будет один из альтернативных поставок наших товаров за пределы Республики Беларусь. Также и поступление различных товаров. Дальше первый важный выник сустречи – готовность турецкой компании приступить до строительства порта. Умова гарантия Беларуси забеспечить судно грузами. Например, разговор идет о Петриковском калийном родовище, якое належит Беларусь калию. Забываемых тут удобрения ухопить для рентабельной работы порта. Кировник турецкой делегации РКМ Илдырым пообещал, что первая загруженная его компанией у нижних жарах судна будет называться «Гомель». Марина Жалая, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерэду, компания «Гомель».